Сейчас мы с вами на лестнице Чудесницу встанем и поедем. То есть это вот нам надо в район садоводства. Почему? А потому что там они продаются для поддержки растений, такие штыри специальные. Тут как бы палочки не особо модные. Сейчас я с вами посмотрю. Здесь, мне кажется, с вами никогда не было. Вот тут разная декорация, но нам нужны штыри. Такие металлические штыри. Вот, есть пластмассовые. Это пластмассовые. Это пластмассовые. Он говорит, пластмассовые, да? Ну что, я сейчас, мы пойдем, он говорит, сюда пройти, а потом на право. Направо? Да, наверное, на право. А, или вот, 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 я уже вижу. Я уже вижу. Идемте с вами. Вот, это то, что нужно, но они слишком большие. Мне надо покороче. Зачем мне такие большие? Есть покороче. Так. Ага. Вот, ну, это, это бомбок, да? Нет, мне надо что-то металлическое. Металлическое здесь. Вот, я нашел по ОР-59. То есть, ОР-60, можно 4, 6, 40. Да, как раз у нас эти деньги есть. Мы только что сдали бутылки. Это то, что мне надо. Оно защищенное, не будет ржаветь. Так. И есть у него наконечники. Отлично. Сейчас заплатим. И поедем домой. Все, ребята, мы купили то, что нам надо. Так, сейчас мы с вами пойдем по лестнице. Вниз. Пойдем по лестнице вниз. Вниз, да? Так. Садимся в ласточку. О, боже, надо ее. Грязненькая ласточка. Так. И поехали. Ну, вот, я думаю, что у нас с вами неплохая такая покатушка получилась. Сейчас мы поедем домой. Тут недалеко. Минут 5. И заодно я вам расскажу, что нас ждет завтра. Окей? Поехали. Так, вот выехали. Ну, теперь давайте я вам расскажу, зачем мне это все было. Завтра мы с вами, если погода нам подыграет, а я думаю, завтра погода будет хорошая, мы с вами поедем опять на речку. Потому что у меня есть желание, у меня есть обрывок сети рыболовной. И я хочу найти какие-нибудь там, может быть, палки, бревна или чего. И вот там тоже свой этот ножик на этом антураже поснимать. Теперь, для чего штыри? Штыри я хочу сейчас придумать. Я возьму от софтбокса первый слой. И в углах зашью туда такие карманчики. Как раз, чтобы вставлялись эти штырики. И таким образом, а завтра, если будет погода, то будет солнце. Таким образом попробовать оттенить предмет от прямого солнца. И в то же время, чтобы было хорошее освещение. Дело в том, что с пенопластом не очень удобно таскаться. А вот эти штырики, обмотанные в ткань, эту же прозрачную ткань, я думаю, было бы самое-самое то. Поэтому вот я сегодня и затеял эту поездку, чтобы завтра ему быть уже готов. И чтобы попробовать. Я давно это что-то хотел. Но вы знаете, я не люблю на улице снимать. И вот чтобы мне было удобно, чтобы руки мои не дрожали, в этом плане, держась и за камеру, и за пенопласт и так далее. То есть вот я решил такую самоделочку сделать. Завтра мы с вами ее опробуем. И тогда, если это получится, да, вы можете этот, в общем-то, опыт повторить. Вам за штырями железными не надо будет ехать в магазин. Поэтому я думаю, что здесь, это в Германии только так, что здесь, ну, не валяется здесь ничего. Это редкость, как вот в прошлый раз мы с вами что-то нашли на улице, валяется, да. Так, поэтому пришлось поехать и взять. Так, цена, цена, цена на бензин упала немножко. Было ора 50, сейчас ора 39, то есть на 10 центов упало. Нормально. Мы уже привыкли. Тогда, когда я приехал сюда, бензин стоил, вот так, одну марку 50 феников. Даже меньше. Одну марку он стоил, потом это уже стало. Одну марку. Вот. То есть это 50 центов. Вот за это время бензин подорожал в три раза. с сведением ора, а сразу же обули хорошо. Вот. А сейчас это все продолжается, продолжается. Вот даже вот эти штыречки, я их покупал, дай бог памяти, 4 года назад, да. 4 года назад они стоили 99 центов, я хорошо помню. Поэтому и сказал, что нам хватит. Вот. А сейчас они уже стоят ора 59 центов. И смотрите. Вообще вот этот миф о том, что ора тут нас обогатила, оно обогатило, но только не нас. Понимаете, мне все время говорят, что, значит, наш виртшафт, то есть экономика у нас растет за счет евро. Ну да, мы расширили продажу оружия, продажу технологий и так далее. Но кто от этого что поимел? Наши пенсии стали меньше, почти до грани бедности уже доходит. Покупательная способность упала в три раза. Выиграли концерны, выиграли концерны. Ну, это как везде, всюду, короче говоря. Это была большая ошибка. Это евро вводить, это Европу объединять. Создали большой колхоз. Мы же с вами из Советского Союза большинство уродов. Мы знаем, как это. А они нет. И вот они сейчас создали совершенно бюрократическую систему, централизованную, как в Советском Союзе. И пытаются руководить всеми республиками. Но я думаю, что рано или поздно это закончится. Немцы терпеливый народ, но тоже есть свой предел. Вот, в принципе, что я себе задумал. И вот представьте себе, завтра берег реки. Там будет песок, там будет легче это дело втыкать, чем землю. Тем не менее, землю. И вот так одеть вот этот софтбокс. Даже тут ничего не надо шить. Просто надо чем-то зажать, типа, маленькими такими прищепочками. И все будет очень, очень хорошо. Но это в следующий раз мы купим. Если это все оправдается, все это будет хорошо действовать, то, ну что ж, замечательно. А главное, что в сложенном состоянии она будет очень компактная и легкая. Легче, чем пенопласт. Ну вот и все, дорогие друзья. На этом наше видео заканчивается. Я желаю вам всего самого доброго. Если хотите, то можете завтра нас посетить. Ну и не знаю, часов 8-9 я буду уже на речке и буду там фотографировать. Всего доброго. Пока. Пока.